А-а-а! Кирилл, ты вообще, ты знаешь, что наши коллеги решили беспрекрасно рассказать всё, что они о тебе думают? Ну, это очень неожиданно, надо сказать. Я как-то и даже в предвкушении в некотором. Да? Что же они скажут? Вот мы, собственно, прямо сейчас и узнаем. Кирилл относительно недавно появился в нашей, так скажем, телевизионной семье в качестве ведущего. И вот так вот, чтобы близко с ним пообщаться, поболтать, может быть, найти какие-то общие темы, это удалось совсем недавно на нашем, так скажем, мини-корпоративчике, на шашлычках. И, как оказалось, мы с Кириллов закончили один институт! И знаем наших бывших уже, получается, преподавателей. Было очень интересно поболтать, вспомнить былые времена, поскольку он закончил немногим позже, чем я, это заведение. Кирилл, я тебе желаю творческих успехов и ещё обязательно творческого и карьерного роста, преданных друзей и, конечно же, чтобы у тебя на душе и в сердечке в твоём было всегда тепло и уютно и спокойно. Когда я первый раз увидела Кирилла, он мне показался максимально душным и странным. И я подумала, нет, наверное, у нас с тобой никакого общения вообще не получится. Но увидела я его первый раз на съёмке Музбаттла, возможно, он был в каком-то образе, возможно, ещё что-то. Но когда я потом с ним ещё раз пересеклась, моё мнение вообще абсолютно поменялось. Он интересный, классный, прикольный. Так как я пишу сценарий для утра, и для меня важно понимать человека, который будет это говорить. И писать для Кирилла мне вообще максимально легко, потому что я только написала текст, и я в голове его проговорила как будто бы его голосом и представила, как это возможно будет. Кирилл, я поздравляю тебя с днём рождения, совершенствуйся, улучшай себя, твори, вдохновляй, в общем, всего тебе самого хорошего и продолжай как можно дольше работать в утреннем шоу «Апельсин». Кирилл Добрый, невероятно позитивный, энергичный, очень эрудированный, знает, мне кажется, всё, что есть на этом свете и может поддержать любую тему для разговора. Кирилл, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе больше вдохновения, больше творчества для реализации своих каких-то мечт, каких-то задач, высот. Своей уникальности, меньше трудной и сложной работы, а только чтобы она приносила радость, хорошее настроение и... С Кириллом мы знакомы относительно давно. Познакомились мы с ним на одних из городских мероприятий, пообщались, я узнал, что он музыкант. У нас оказалась общая тема для разговора – это музыка, это студийное производство музыки. Довольно интересный, общительный, классный молодой человек. А когда он влился в команду утреннего шоу «Апельсин», стал ведущим, на душе прям похорошело, что ещё больше крутых, замечательных людей города Киролевска появилось у нас и от этого как-то греет. Греет моё утром – это осознание всего факта. Кирилл, поздравляю тебя с днём рождения! Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы твой творческий потенциал оставался не только потенциалом, но и реализовывался. Будь счастлив, живи по кайфу, и жизнь будет по кайфу. Кирилл позитивный, во-первых. Во-вторых, хочется отметить, что это человек, которого хочется слушать. Потому что голос у Кирилла – это вообще что-то прекрасное. На самом деле, он прям рождён для того, чтобы говорить. Я уверена в этом на 100%. Но и в целом, он интересный собеседник. То есть, он может поддержать много разных тем, что ли так сказать, по разным направлениям. Создаёт впечатление достаточно умного молодого человека. Кирилл, поздравляю тебя с днём рождения! Желаю тебе творческих успехов, обязательно творческого роста. Потому что без этого нельзя в сфере, в которой ты находишься. Ну и пусть все твои мечты обязательно сбываются. Первый раз я увидела Кирилла на записи Музбаттла. Он мне максимально не понравился. Я отцел! Что я хочу это сказать? Знём рождение в 41-м долете. Кирилл, борода ты такой же, как я. А как известно, борода богом уродом дана. Но когда я уже встретила его непосредственно перед записью в студии, я такая, а, ну, ты нормальный? Это не надо врать. Это я ставлю. Всё, выключайся. Всё, выключайся. Всё, выключайся. Всё, выключайся. Всё, выключайся. Всё, выключайся.